Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Как благоустроить двор наш Верника в Самаре продолжается по квартирный опрос местных жителей. Место, куда хочется возвращаться. Центральная детская библиотека Самары стала победителем конкурса «Золотая полка». Шедевр мирового уровня. В Самару прибыл знаменитый «Черный квадрат» Малевича. За сутки в Самарской области зарегистрировали 240 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 21 115. Местам массового скопления людей продолжают уделять повышенное внимание. Глава Самары Елена Лапушкина на заседании штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции поручила районам, администрациям вместе с представителями Роспотребнадзора и полиции усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Подробности в нашем следующем сюжете. За ноябрь в Самаре проведено почти 100 проверок ночных клубов и предприятий общественного питания, которые работают после 23 часов. Выявлено 13 нарушений. В основном это несоблюдение масочного режима и социальной дистанции. Выявлено было и одно превышение разрешенной наполняемости. Сейчас по распоряжению губернатора Самарской области в вечернее время рестораны, кафе и ночные клубы могут работать только при условии 50-процентной заполняемости помещений. Проверки продолжаются и в торговых центрах. Особый контроль за несовершеннолетними, которые находятся в центрах без сопровождения. Составлено более 150 административных протоколов, которые переданы в суд. Большая часть из них составлены в первые недели действия распоряжения. Сейчас количество нарушающих уменьшается, так как в торговых центрах организован входной контроль. Мы провели мониторинг, то есть посмотрели эту неделю, предыдущую неделю. У нас как бы снижение вообще вот этих нарушений идет сейчас на данный момент. То есть если была первая неделя после того, как мы начали составлять протоколы, то было одно количество, сейчас все ниже, ниже, ниже. Снижается с каждой недели и число нарушений масочного режима пассажирами общественного транспорта. Всего с октября было составлено более 80 протоколов об административных правонарушениях. Контрольные рейды в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро проводят регулярно. Мы видим, как налаживается ситуация и в транспорте, и в общественном, что люди стали понимать, если вначале воспринималось достаточно болезненно, сейчас уже редко видно, что люди не носят маски, понимание приходит. И надеемся, что вот все меры совместные и администрации города, администрации внутригородских районов, безусловно, правительство Самарской области, областного штаба приведет к выравниванию ситуации, и мы справимся с этой проблемой. На заседании штаба районные власти доложили главе города и о системной работе по контролю за соблюдением режима самоизоляции амбулаторными больными. Также обсудили и вопрос предоставления служебного транспорта медицинским организациям. Чтобы помочь медикам, городские власти выделили около 60 машин. Елена Малютина, Николай Епифанов. События. В Самарской области более 40% населения привили от гриппа. Партию вакцины, которая пришла на прошлой неделе, уже распределили по медучреждениям. Еще одна поставка ожидается на этой неделе. В эпидсезон медики советуют пройти вакцинацию от гриппа. Это защитит от тяжелого заболевания, от возможных осложнений и летального исхода. Особенно важно сделать прививку тем, кто относится к категории высокого риска заболевания. Это дети старше полугода, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских образовательных организаций транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет и призывники. В Самаре на Волжском шоссе в районе Сорокинах хуторов произошло необычное ДТП. Многотонный грузовик повис в воздухе над дорогой на железной опоре с дорожными знаками. Погибших и пострадавших нет. Елена Малютина побывала на месте происшествия и пообщалась с очевидцами. Многотонный грузовик буквально висит в воздухе. Кабина оказалась на высоте почти 10 метров. По словам очевидцев, ничего не предвещало беды. Столкновение с опорой произошло за долю секунды. Двигался по Волжскому шоссе и наблюдал такую картину. То есть у самосвала начал подниматься кузов. То есть и как бы в доли секунд произошло столкновение с опорой вот этой. И все вот. И повис он. В доли секунды буквально водитель не успел ничего сориентироваться, видимо. За рулем машины находился 56-летний мужчина с почти 40-летним стажем вождения. Водитель не пострадал, но из кабины его пришлось эвакуировать с помощью пожарной автолестницы. Чтобы убрать грузовик, сначала ограничили движение на участке, а потом приступили к демонтажу поврежденной опоры. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения в количестве двух единиц специальной техники и восьми человек. Проводятся работы по ликвидации последствий дорожного происшествия. Причины аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Гелина Малютина, Григорий Плешаков, События. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни выпадет до 8 миллиметров осадков. А пока в Самаре городские службы и управляющие компании расчищают город от уже выпавшего снега. Для безопасности пешеходов и водителей на уборку дорог и улиц в сутки выходит более 300 единиц техники. 200 машин работали этой ночью и 130 днем. На борьбу с непогодой привлекли 440 рабочих. Снег вывозят на специально подготовленные полигоны. Также на всю зиму закупили реагенты, которые соответствуют экологическим стандартам. Все работы под контролем сотрудников МБУ «Дорожное хозяйство», представителей профильного департамента и районных администраций. На сегодняшний момент городские службы готовы к снегопадам в полном объеме. Техника вся переоборудована. Реагенты в полном объеме все закуплены. Предприятия, которые занимаются содержанием уличной дорожной сети, рекреационных зон, парков, набережных, отрабатывают в полном объеме. Высказать мнение могут все желающие. В квартале на улице Шверника в Самаре проводится поквартирный опрос жителей. Тема – грядущие преобразования. Здесь собираются построить современные детские сады, благоустроить территорию, оборудовать во дворе спортивные площадки, парковки для автомобилей, обновить освещение, пешеходные дорожки, установить лавочки и освещение. Мнение жителей узнал Олег Зверев. За, против, не определился, отказался общаться, не застали дома. Каждый ответ фиксируется на бумаге. Волонтеры продолжают опрос жителей квартала на улице Шверника. Ежедневно работа охватывает несколько подъездов. Задача – узнать мнение всех. Каждому жителю подробно рассказывают, как правильно заполнить опросный лист. Если за, то вот здесь, если против, то вот здесь. Подпись ставится в той графе, за которую голосует человек, если, конечно, есть возможность достучаться. Встречаются и такие, кто предпочитает общаться с волонтерами через закрытую дверь. Вопрос по, значит, комплексному развитию территории вашего двора и строительства детского сада. Я против строительства. Ну, нам нужно тогда ваше мнение там выразить в этом вопросном листе. Я не буду. Не будете общаться? Помимо анкетного листа, ответы фиксируются на камеру. Правда, только в тех случаях, когда сами жители с этим согласны. Ведется съемка. Вы разрешение на съемку спросили. Мы не разрешаем себя снимать. Спор возник после того, как инициативная группа обратилась с требованием отменить планы по строительству детского сада в микрорайоне на улице Шверника. Они считают, что если садик построят, им негде будет гулять и ставить машины. С ними не согласны почти полторы тысячи очередников, дети которых пока остаются за бортом дошкольного образования. А почему этот двор стоит уже много лет заброшенный? Никто ничего не занимается. Почему не построили детский садик? Сейчас думаю. У вас есть необходимость детского сада? Мне да. Даже не то, что из-за ребенка, но просто реально двор брошенный стоит. Среди опрошенных встречаются разные мнения. Есть и такие респонденты, которые предпочитают отвечать только в устной форме и не представляясь. Ну, это как сейчас происходит, так и есть. Если бы нам сейчас здесь садик построить, нам вообще будет негде гулять. Я не хочу этого. Мне будет некуда ставить машину. Я куда буду? На Новосадово оставлять? Машина делал десятый уже. Нет, не десятая. У нас тут у всех по две, по три машины. Это самая главная тема. Куда нам ставить машину? Этот вопрос неоднократно обсуждался на встречах в городской администрации. В беседах с главой Самары принимали участие активисты и представители Общероссийского народного фронта. Многих жителей квартала привлекает то, что вместе с дошкольным учреждением во двор придет и благоустройство по лучшим образцам, которые есть в Самаре. Дизайн-проект разработали с учетом пожеланий жителей. Они предложили обустроить во дворе детские и спортивные площадки, сделать дополнительный проезд, обновить пешеходные дорожки, установить лавочки и освещение. Кроме того, будет официально обозначено 100 новых парковочных мест. Сейчас машины ставят на газонах и тротуарах, а их хозяева попадают под штраф. Мне надоели, как сказать вам, пьянки на этой площадке, поэтому для меня лучше детский садик, вот честно вам скажу. Потому что ночами орут, и я в этом году два раза вызывала полицию. Сыпать вообще не дают. И начинается с утра, и прямо, вернее, с вечера, с этих часов в 12, и это самое утро. Детский сад в этом микрорайоне собирались построить еще в 80-е годы, параллельно с возведением жилья. Но в 90-е страна попала в демографическую яму и тотальное недофинансирование. В итоге вопрос затянулся на десятилетия. А молодые родители из этого же квартала теперь вынуждены стоять в очереди или возить своих детей в другие районы в детские сады. Ну, вообще-то я в засаде. А почему вы так считаете? Насколько я помню, он здесь изначально должен был быть, когда микрорайон устроили. Очередь большая, я просто знаю, внуководил, что очень многие далеко ездят. Сейчас окончательное решение еще не принято, а в итоге каждый житель в той или иной форме сможет высказать свое мнение, даже если оно такое. Стоительство детского сада и дальнейшее благоустройство еще дополнительно. Ну, мне как ответ. Вы сдержались? Ровно. И то, и другое. Олег Зверев, Григорий Петчаков, События. Россияне с июля по сентябрь 2020 года досрочно погасили ипотечные кредиты объемом 500 миллиардов рублей. В Самарской области годовая инфляция в октябре составила 4,6%. При этом стоимость одежды и продуктов практически не изменилась. Обо всем подробнее смотрите в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шарея. Курс доллара на открытии торгов московской биржи сегодня утром вырос на 0,05%. Курс евро на 0,13%. Сейчас, по данным Центробанка России, доллар стоит 75,81 рубля, евро – 89,89 рубля. Стоимость январского фьючерса на нефть марки «Бренд» на бирже в Лондоне растет на 1%, до 48 долларов 34 центов за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,78% и торгуется на уровне 45 долларов 26 центов за баррель. Россияне с июля по сентябрь 2020 года досрочно погасили ипотечные кредиты объемом свыше 500 миллиардов рублей. Это на 82,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В третьем квартале россияне досрочно погасили суда объемом 524,5 миллиарда рублей. При этом, по сравнению со вторым кварталом 2020 года, объем досрочно погашенных ипотечных кредитов вырос в полтора раза. Это рекордный квартальный показатель для российского рынка. Такого роста числа досрочных погашений не было минимум с 2018 года. Причем большинство ипотечных заемщиков погасили кредиты при помощи собственных сбережений. Также досрочному погашению способствовали государственные субсидии. Рефинансированием ипотеки воспользовались не более 3% заемщиков. В Самарской области годовая инфляция в октябре составила 4,6%. Такое незначительное ускорение связано с ростом спроса на непродовольственные товары, особенно на товары длительного пользования. В частности, жители региона стали чаще покупать легковые автомобили, телевизоры, ноутбуки, крупную бытовую технику. А вот стоимость одежды практически не изменилась. Из-за перехода некоторых самарцев на удаленку, а старших школьников на дистанционное обучение, многие просто не стали обновлять гардероб, и темпы роста цен на одежду замедлились. Детские джемперы, головные упоры, спортивные костюмы стоят дешевле, чем год назад. То же касается и цен на многие продукты. Часть из них сохранилась на уровне прошлого года, часть снизилась. Продовольственная инфляция тоже приблизительно такая же ситуация. То есть на ряд продуктов цены либо вообще не изменились, либо даже снизились. Развитие конкуренции между производителями, расширение географии поставок оказали сдерживающее влияние на рост цен на продовольствие в нашем регионе, но и на инфляцию в Самарской области в целом. Наверное, каждый заметил, что молочные продукты, сыры, их цены практически остались такими же, изменились очень ненамного. А расширение предложения тепличных овощей способствовало снижению темпов роста цен на всю плодовольственную продукцию в нашем регионе. Это были новости экономики. Берегите ваши финансы. Почти 250 килограммов семян хвойных заготовили лесники в этом году. Работы по лесовосстановлению – это часть национального проекта «Экология». В Самарской области семена добывают на единственной фабрике, которая находится в Новом Буяне. Туда отправилась Мария Левина. В живописном уголке Самарской области, селе Новый Буян, расположилась единственная в регионе шишкосушильная установка. Шишки сюда привозят из разных лесничеств Самарского края и соседних областей. И здесь их отправляют в печь. Когда температура поднимается выше 30 градусов, шишка раскрывается, и из нее высыпаются семена. Мы работаем по идее на будущее поколение. Как бы там ни было, многие лесоводы, которые не видят конечные результаты, потому что выращивать сосну, мы будем говорить, ее возраст спелости – это 100 лет. В этом году заготовили около 24 тонн шишек. Из них выйдет около 240 килограммов семян. Сначала их высадят в питомники, а через два года уже пересадят в леса. Сейчас лесники восстанавливают территории, которые выгорели жарким летом 2010 года. Лесовосстановление – одно из приоритетных направлений регионального проекта «Сохранение лесов» – нацпроекта «Экология». В Самарском регионе он реализуется под контролем губернатора Дмитрия Азарова. Мария Левина, Константин Головин. События. Засветись, стань заметен на дороге. В седьмой школе микрорайона «Крутые ключи» прошли уроки по пропаганде безопасности дорожного движения. Сотрудники ГИБДД напомнили ребятам основные навыки безопасного поведения на дороге, а также рассказали, какая опасность их может подстерегать по пути следования в школу. Все подробности в следующем сюжете. В начале урока сотрудники ГИБДД провели с ребятами профилактическую беседу на тему правил поведения на дороге. Подробно осветили важность световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. Рассказали о том, что безопасность пешего участника движения зависит от того, насколько в сумерках и в темное время суток он будет заметен на дороге. Мы объясняем ребенку, что при попадании фар световозвращающий элемент зажигается, как фонарик, и водитель, естественно, намного быстрее заметит ребенка на дороге, нежели если бы пешеход шел без световозвращающего элемента. В осенне-зимний период световой день сокращается. На темных дорогах, да еще и в снег, пешеходы, особенно дети, становятся в буквальном смысле невидимками. На первый взгляд световозвращающий элемент выглядит как игрушка, но его использование снижает детский травматизм на дороге во много раз. У нас сейчас по статистике за 10 месяцев произошло 142 дорожных транспортных происшествий с участием детей, в которых пострадали 151 несовершеннолетних. К счастью, погибших нет. Конечно, такие мероприятия очень важны, потому что знание правил дорожного движения помогает сохранить здоровье и жизнь. Тем более, культуру поведения на дороге нужно прививать детям с малых лет, с малого школьного возраста. Сотрудники ГИБДД города Самара регулярно проводят профилактические беседы и акции с юными пешеходами. Проведение этого урока направлено на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2016-2020 годы. Важность данной программы очень высока. В текущем году версия программы, которая у нас действует последние три года, заканчивается. Но сейчас в подразделениях администрации городского округа Самара находится новый проект программы, в котором мы также учли весь опыт работы предыдущих лет и включили мероприятия на будущие годы, чтобы данная тематика также не забывалась и реализовывалась муниципальными образовательными учреждениями. В городе уже начали создавать новогоднее настроение. Улицы и парки Самары украшают гирляндами, устанавливают консоли и световые фонтаны. Гольфия Сафина увидела, как преобразились к празднику сквер Речников и склон Площади Славы. Не только первый снег напоминает о приближающемся, самым волшебном зимнем празднике, но и первой огоньки за окном. Увидеть световую снежинку собирается у окна всей семьей. Для жителей Куйбышевского района весь год щедр на подарки. Этим летом здесь благоустроили сквер Речников в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». А сейчас идет оформление пространства к Новому году. «Чудо какое-то! Вот сейчас идем, я говорю, снова снежинки появились, нас тоже до нас очередь дошла. Обычно в городе мы радуемся. Это прям как сказка, действительно сказка, новогодняя сказка». «Мы уже увидели, что украшение началось, уже настроение поднимается. Очень прекрасно. Спасибо, говорю, кто это нам делает. Сюда ходим каждый вечер, делаем четыре круга здесь, для здоровья полезно». Не только сквер Речников в новогодние праздники будет подсвечен иллюминационными снежинками. Возможно, что украшения останутся здесь надолго. Однако важно, чтобы иллюминация не мешала жителям окрестных домов отдыхать. Сотрудники муниципального предприятия «Самара-Горсвет» надеются, что так и будет, потому что свет от консолей достаточно мягкий. «Никаких трудностей нет. Наоборот, жители отогнали все свои автомобили, которые здесь паркуются в ночное время, выходят, смотрят уже, советы свои дают. Жители очень радуют. Никогда здесь ничего подобного не наблюдалось. Сейчас уже поздний вечер, но наша вторая смена продолжает работать для того, чтобы успеть к новогодним праздникам украсить город». На следующей неделе на месте летнего фонтана в сквере засияет зимний, светодинамический. Аналогичный устанавливает в восьми точках города. Стараются сразу же включать иллюминацию, чтобы повысить настроение горожанам. Так уже радует глаз фонтаны в сквере «30 лет победы». Здесь же подсвечены деревья. Во всех районах города нарядят светодиодными гирляндами более одной тысячи деревьев хвойных и лиственных пород. Специалисты заверяют, надежности конструкции уделяется особое внимание. «Вешим уже не первый год. Держаться будет крепко. Мы используем монтажную ленту. Она очень прочная, замки хорошие. Привесить не один год – это точно». А у подножия монумента «Слава» сегодня засияла масштабная инсталляция. По утверждению фирмы-поставщика, «Снежная королева» – это самый большой светодинамический новогодний фонтан в Европе. Его длина по склону – 50 метров. Общий вес – конструкции 9 тонн. «Замечательно, очень красиво. Вот только что шел от ребенка в садик и веду, говорю, смотри, как красота. Вместо фонтанчика своей воды теперь у нас прекрасное, красивое оформление. И новогоднее настроение сразу бодрит». Тысячи консолей предстоит разместить на опорах освещения по всей Самаре. Украсят также площади и скверы. Смонтируют как более 500 новых элементов иллюминации, так и те, что уже полюбились горожанам. Гульфия Сафина, Василий Колдашов. События. Центральная городская детская библиотека Самары стала победителем конкурса «Золотая полка». В отборе приняли участие более 100 учреждений из 39 регионов страны. По каким критериям определяли победителей и в чем особенность Самарской библиотеки, выяснила Лариса Шалафаст. Студент Данила Шикида в библиотеке – частый гость. Признается, после ремонта учреждение заметно преобразилось. Теперь здесь не только можно найти нужную книгу, но и с пользой провести время на семинарах и мастер-классах. Она новая, она инновационная, современная. Здесь прекрасные читальные залы, светло, уютно, имеются места для детей. Собственно, все для них. Детская комната, свободный доступ к компьютеру, интернету. Детскую библиотеку на аэродромной капитально отремонтировали в прошлом году по национальному проекту «Культура». На ремонт из федерального бюджета направили 10 миллионов рублей. Теперь это модельная библиотека, то есть интеллектуальный образовательный центр. Модельная библиотека, она особенная, наверное, тем, что здесь очень комфортно, интересно. Мы не останавливаемся. В 2020 году городским округом Самара было подано две заявки, и обе поддержаны. То есть на 2021 год у нас еще две библиотеки в городе будут модельными библиотеками. Помещения оборудованы по последнему слову техники – современная мебель, компьютеры и система книговозврата. Особое внимание уделили оформлению помещений. Красивые ландшафты Самарской Луки нашли свое отражение в интерьерных и цветовых решениях внутри библиотеки. Появились очень новые интересные пространства, которые мы назвали в соответствии с нашей Самарской топонимикой. Остров Зелененький, Молодецкий курган для подростков. То есть вот как раз само пространство и название пространства отражает его функциональное назначение. Оригинальность оформления, активное использование электронных ресурсов и эффективность комплектования Самарской библиотеки высоко оценила жюри всероссийского конкурса «Золотая полка». В нем приняли участие более сотни учреждений из 39 регионов. Самарская детская библиотека признана одной из лучших в стране. Лариса Шалафаста, Максим Гусев, События. Шедевр мирового искусства. Легендарный черный квадрат Малевича прибыл в Самару. Распаковка экспоната, переданного государственным Эрмитажем, прошла в этот вторник. На знаковом событии присутствовала и наша съемочная группа. Гольфия Сафина поделится эксклюзивными кадрами из зала, где будет вывешено полотно. В прибытии черного квадрата в Самарский художественный музей немало символизма. Это именно та, четвертая, последняя версия, созданная легендарным авангардистом, которая впервые проявила себя миру относительно недавно, в 1993 году. И произошло это событие именно в Самаре. Мы присутствуем при историческом событии, это без всякого ложного пафоса можно сделать такое заявление. Мы получили почти на месяц для экспонирования в залах нашего художественного музея тот черный квадрат, который несколько десятилетий провел в нашем городе и который имеет самарские корни. Возвращение полотна, хоть временное, на историческую малую родину, стало возможным благодаря программе Дни Эрмитажа. 63-й регион участвует в проекте впервые в этом году. И как символично, выставка черного квадрата пройдет в год 90-летия Анетты Бас, проработавшей в данном музее почти полстолетия. Анетта Яковлевна всем сердцем и душой мечтала, чтобы этот квадрат остался жить в нашем музее. И она очень много делала для того, чтобы Инкомбанк передал все-таки этот квадрат музею. Но получилось, как получилось. Сегодня мы отмечаем юбилейный год Анетты Яковлевны Бас. Ее мечта, черный квадрат, приехал к нам на Дни Эрмитажа из Санкт-Петербурга. Отдельная графа, то как, будет представлен зрителю символ неоискусства 20 века в Самаре. Нигде, кроме как в Самаре, вы не сможете прийти на аудиенцию к самому Казимиру Малевичу. По задумке архитекторов, именно в таком формате будет проходить выставка одной картины. Знаменитый черный квадрат будет располагаться здесь, в вершине кленообразного угла. Вы сможете погрузиться в этот космос, в черное пространство, олицетворяющее начало всех начал и конец одновременно, и уходить окрыленным, очищенным. Мы назвали этот проект именно «Черный квадрат аудиенция». То есть, черный квадрат смотрит на вас. И это вторая часть проекта, когда тени людей, перешедшие к нему, выходят из темноты небытия, через свет супрематизма, выходят к черному квадрату, как к некому космосу новому. Зритель встречается один на один к нему. То есть, именно вся ситуация пространства сделана так, что нельзя подойти вдвоем. Авторы инсталляции решили повесить картину туда, где и сам Малевич впервые вывесил легендарный квадрат. Это традиционное место икон – Красный угол. Так он символично поставил жирную точку на прошлых поисках искусства и дал начало новому течению. В Самару прибыла именно та работа, которая и провожала Малевича в последний путь. На последнем фото – его жена и дочь, и черный квадрат, который по завещанию самого автора шел впереди траурной процессии. Увидеть легендарную работу можно будет до 20 декабря. С 27 по 30 ноября вход на выставку будет свободным. Гульфия Сафина, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самара ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин